Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 50-й юбилейный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет на Мострюковских озерах с 29 июня по 2 июля. Каких знаменитых бардов мы увидим и услышим на главной сцене? Какую программу подготовили для гостей и участников организаторы фестиваля? В нашей студии человек-легенда Борис Кельман, президент фестиваля имени Валерия Грушина. Борис Афавлович, искренне рад вас видеть в нашей студии. Спасибо. И спасибо, что пришли. Я понимаю, насколько вам сейчас сложно, потому что идет подготовка к фестивалю. И сейчас я даже боюсь представить, какое количество дел приходится вам делать. Нет, ну, конечно, не рассказать об этом празднике. Просто нельзя. Дорогим людям, жителям нашего города. Да, тем более, что это как раз наш самарский, ну, скажем так, Куйбышевский и самарский праздник. Борис Афавлович, вот знаете, когда готовился к программе, выстраивал список вопросов, а сейчас вот мне, знаете, захотелось с чего начать. Ведь Грушинский фестиваль не единственный на самом деле в России фестиваль авторской песни. Он, безусловно, не единственный. Но он занимает некое свое особое уникальное место. Вот на ваш взгляд, с чем это связано, вот это особое уникальное место? Есть Грушинский, вернее так, есть Груша, есть все остальное. Да. Вы знаете что? Ну, во-первых, конечно, большую роль играет его интереснейшая история. Когда он возник, тогда еще так много фестивалей-то и не было. Но главная, наверное, его туристская суть. Потому что сюда приезжают такие героические восходители высочайших планет, покорители морей и океанов. Там, допустим, вот команда, которая впервые в истории российского туризма покорила Северный полюс на собаках, к нам приезжали и так далее. Столько таких людей. Это создает особый колорит и особо притягивает людей. Потому что дело не только в том, чтобы послушать эти песни, а дело в том, что люди едут сюда окунуться в эту божественную атмосферу человеческого тепла и дружбы. Вот это вот, это бесценное качество Грушинского фестиваля, который притягивает людей. Ну и, наверное, здесь, если говорить об истории фестиваля, и как бы то событие, которое произошло и которое легло в основу фестиваля, его нельзя забывать. И, скажем так, его надо всегда подчеркивать. Потому что в основу-то фестиваля лег подвиг. Подвиг, конечно. Подвиг одного конкретного вполне человека, который свою жизнь положил за жизнь других людей. Вот это, наверное. Одна из таких основ, которые, ну, может быть, наверное, главная, которая сейчас вот это поддерживает. Кстати, а вот вы говорите о том, что это, ну, во многом туристический фестиваль. Вот на ваш взгляд, насколько вот эта туристическая составляющая помогла Груши, уж извините за это слово, но это такой общеупотребительный термин, вот выживать все эти долгие годы? Ведь 50 лет этот фестиваль будет 50-й, это полвека. Ну, я вам скажу, что, конечно, играет роль его туристской суть. Потому что люди, которые рискуют своей жизнью, не жалея никаких сил, там, средств и все прочее, это дружная семья, прекрасная, огромная дружная семья, которая никогда не откажется от своих ценностей. Вот так, вот это важно, которая никогда не откажется от своих ценностей. Конечно, конечно. И то, что фестиваль, конечно, он прекрасен своим песням, это понятно. Но и здесь идут необыкновенные встречи с такими героическими людьми, что это просто счастье посидеть с ними у одного костра, послушать их разговоры. Да просто вот рядом на самом деле посидеть и посмотреть. Конечно, конечно. Борис Рафаилович, вот если говорить о программе этого фестиваля, официальное открытие 29 июня. Да. Но уже 28 июня, вот сцена многоголосия, и там уже будет некое мероприятие. Правильно я понимаю? Так когда приезжать-то? Ну, вы знаете, что вопрос, скажи, интересный. Дело в том, что многие уже приехали. Там уже и сейчас много людей. Потому что Ирушинский фестиваль, во-первых, это общение. И люди из всех уголков нашей бескрайней страны с удовольствием туда приезжают. И если еще не начались концерты там такие и так далее, им просто надо побыть вместе, посидеть в костра. Поэтому все уже началось. А многоголосие примет своих гостей завтра. И там начнутся очень интересные вступления. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет про фестиваль. Это сюжет прошлого года, как все было в прошлом году. И затем продолжим нашу беседу. Поговорим о том, что будет, кто будет, какие будут гости, какие будут концерты, ну и так далее, и так далее. Давайте. Давайте. Поляна на Мострюковских озерах – место удивительное не только по своей красоте, но и по неповторимой атмосфере, которую можно прочувствовать и пропустить через себя, только находясь в моменте. Возле леса на опушке, в заколочи на избушке, ничего не зная ни о чем. Глухо, слепо, слепо, слабо, еле б деда баба, еле пили кашу с молоком. Здесь встречаются абсолютно разные, но очень добрые, открытые миру люди. Я и солнышко, и золотая, я и бабушь, я и госпожа. В фестивале имени Валерия Грушина невозможно представить без палаточных городков. За несколько десятилетий люди приспособились к жизни под открытым небом. Проявляя смекалку и изобретательность, они смогли полностью обустроить комфортный быт на природе. Для бывалых туристов баня в палатке уже не является чем-то удивительным и выходящим за рамки понимания. Для путешественников-первоходов такие ноу-хау в диковинку. Люди прислали лет 15, я этой бане уже 15 лет, наверное, 16 лет. Так что мы, каждый раз я езжу в баню, написал песню про баню. Сейчас искупаемся на баяне поиграть, да? Купол добра как бы над поляной находится, и люди в этом усмирении прекрасно себя чувствуют. Грушу изменить никак нельзя, ее можно только любить. Я приезжаю из Петербурга каждый год, уже 25-й год. Мы стояли на острове Коплова, например. Вы соскучились по Грушинскому фестивалю? Боже мой, безумно. Веришь? Нет. Спал и видел. Вот прийти бы на Грушинский фестиваль. Вот это вот все будет вот. Ну вообще приятные ощущения. Люди все добрые, как обычно, доброжелательные. Все рады друг друга видеть. В день гала-концерта на поляне у Мострюковских озер было жарко. Этому способствовала не только отличная погода, которая баловала гостей, но и сами туристы, приехавшие на Грушинский фестиваль. Авторы-исполнители и зрители стали единым организмом. Будут беды и потери выше крыш. Галантин, и пойте, и... Высокая волна. Молодцы! Берега резна. На берегу с родинем с молоком. Очень красиво. Куча народу. Все тоже соскучились. Все рады меня видеть. Я рад, что я вот вышел. Я так прям кайфанул сегодня. И я понимаю, что да, я вот по всему вот этому очень скучал. И даже не хочу завтра уезжать. Уезжать не хотели и те, кто смог преодолеть подъем в гору и стать свидетелями традиционного концерта на горе. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Полночь на поляне Мострюковских озер пошел дождь, Который является неотъемлемым атрибутом Грушинского фестиваля. Не спив такую ночь, Она не повторится. Летящую свисту Не удержать в руках. Этот традиционный ежегодный каприз природы никак не расстроил зрителей. Вместе с горным грунтом капли летнего дождя осмыли все печали людей, оставив после себя Расуна еще не выжженной летним солнцем в траве. Борис Рафаэлович, ну вот мы увидели, знаете, что мне запомнилась? Вот эта фраза «Поляна накрывает купол добра». Вот если говорить о программе фестиваля, давайте расскажем, кто из известных бардов, музыкантов, кто будет на Груши в этот раз? С удовольствием. Напомню, имена любимых людей. Вот на Грушинском давным-давно живет такая истина. С любимыми не расставайтесь. И как мы можем, так сказать, расстаться таким прекрасным человеком, как Олег Митяев, который когда-то пацаном, студентом первый раз вышел на гитару Грушинского фестиваля и сразу стал лауреатом. А сейчас без его песен фестиваль уже нельзя представить себе. И, конечно, наверное, нет в нашей стране человека, который бы не знал его мудрую фразу. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это про Грушинский фестиваль. Вадим Егоров – талантливейший поэт, песни которого фестиваль обожает совершенно. Легендарнейший коллектив – «Грушинское трио», начало которого он положил Валера Грушин. Потом этот коллектив начитывал. Четыре человека сейчас. Они втроем поют. Поют они прекрасно. И гора их с нетерпением ждет. Прекрасным открытием был дуэт из Москвы Вадима и Валерия Мещукова. Это яркие и талантливые люди. К сожалению, теперь один Мещук Вадим с нами. Но он обязательно будет. Прекрасная певица Галина Хоомчик, которую я объявляю ее, всегда говорю, выступает королева Грушинского фестиваля. И гора включает море огней. Конечно, очень приятно, что среди гостей будет Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого. Он будет читать стихи своего папы. Ну, в общем, он замечательный человек. Нам очень приятно, что он будет. Тимур Шауф. Человек совершенно потрясающего юмора, которого гора обожает. А Анатолий Киреев. Ведь вот он такую замечательную песню написал про фестивальную Самару. И там, знаете, там есть такая строчка. «Ты Самара без меня проживешь, но мне вот без тебя не прожить». Это совершенно искренние слова. Великолепнейший совершенно исполнитель сегодня, очень знаменитый человек – это Роман Ланкин, который тоже открыл в свое время Грушинский фестиваль, когда он впервые приехал к нам из далекого сибирского города Тюмень. Очень интересный человек, прекрасный исполнитель и песен «Висбор» и так далее. Ну, он очень украшает. Сергей Ганилов – великолепный исполнитель и автор песен из Санкт-Петербурга. У него, знаете, есть такие строчки, которые по жизни стали нам просто компасом. Там так… Сейчас я вам скажу. Такая интересная строчка, что… Ой, я волнуюсь и забыл. Бог с ним. Бог с ним. Простите меня, да. Прекрасный исполнитель Витя Трехтиктов, Лена Фролов, яркий, талантливый лауреат Грушинского фестиваля, Павел Пиковский. Их всех гора обожает. А вот Валентин Вихарев приедет. Это ветеран туризма, ветеран авторской песни. И у него есть такая замечательная строчка, которая для всех туристов стала гимном. Какая? Сейчас скажу. Кто сказал, что я сдал, что мне рук не поднять, что я с песней порвал, что рюкзак не собрал? Валентин Иванович до сих пор рюкзак собирает. Слушайте, какие хорошие слова. Кто сказал, что я сдал. Да, замечательная. Такая мудрость, да. Великолепная певица Ирина Сурина из Москвы. Для меня вот было вообще необыкновенным моментом, когда она вышла на гитару и стала петь знаменитую песню, которую нам подарила в свое время Людмила Зыкина про Волгу. И там были так, когда такие были строчки, здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить, нельзя бы не представлять, как на это среагировала гора. Все встали, обнялись и запели, а у некоторых были слезы. Совершенно потрясающе. Великолепная певица Наташа Кучер. Это яркая очень такая исполнительница. Ее всегда ждут с великим нетерпением. Наконец, среди наших гостей появился и прекрасный самарский дуэт Андрея Ирина Колесникова. Великолепный. Гитара их ждет. Стал любимцем и кумиром Грушинского фестиваля Василий Урьевский. Актер легендарного театра Антаганки, который тоже приедет. Конечно же, Грушинский фестиваль никогда не обойдется без знаменитых и прекрасных песен Высоцкого. И приезжает его очень яркий исполнитель, который гора обожает, Алексей Зыков. И в его исполнении прозвучат знаменитые песни Владимира Высоцкого. И молодежь прекрасно присоединяется к нам. Допустим, группа «Ирония судьбы», которую, кстати, руководит народный артист России Олег Митяев. Великолепный совершенно. Ну и еще много-много-много других людей. – Борис Рафаэлович, времени не так много, а вопросов хотелось бы задать на самом деле вам много. В связи с этим вопрос первый. На Ваш взгляд, замечательно, что приезжают вот эти люди. Замечательно, что будет сын, кстати, Владимира Семеновича Высоцкого, Никита Высоцкий. Ведь если вот вспоминать историю, насколько я понимаю, Владимир Семенович так и не смог оказаться на Грушинском фестивале. – Да, нам запретили его пригласить. – Даже так? – Да. – Насколько я помню, ведь есть еще один очень яркий человек. Там все люди яркие, безусловно, очень яркие, но говорят, что еще Евтушенко имел очень такое непосредственное отношение к Грушинскому фестивалю. Это правда? – Это правда. Евгений Александрович, вот он рассказывал, он приехал… – К сожалению, его нет уже, но вот это надо знать. – Да, вот он нам рассказывал о том, что когда он впервые приехал на Грушинский фестиваль, у него было такое ощущение, что поэзия, так сказать, никому уже сегодня не нужна. – Уже тогда он об этом был? – Тогда. Он это очень переживал. И когда он увидел такой колоссальный интерес к его стихам, к песням, которые здесь звучат, он, конечно, совершенно был потрясен. А уж когда там произошел такой случай, что когда он первый раз вышел на гору и стал читать свои стихи от волнения, такое с ним вообще никогда не случалось, он забыл одну строчку. И гигантская гора дружным хором ему подсказала. Он был счастлив. Он сказал совершенно серьезно, что ты знаешь, что он мне сказал. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Вот я помню, значит, много лет подряд проходят концерты Грушинского, посвященные Грушинскому фестивалю в Министерстве иностранных дел. И вот однажды мы туда пришли с Евгением Александровичем, и когда он вышел на сцену, он стал рассказывать о том, что я в этом году, что я вообще выступал в 96 странах. Стал перечислять там какие-то всякие там Нью-Йорки, Парижи и все прочее. Я думаю, зачем он все так говорит? Оказывается, он очень правильно говорит. Он сказал, но главное мое выступление состоится в этом году на гитаре Грушинского фестиваля. На горе. На горе. Для него это было очень и очень. И потом, он столько нам добрых всяких пожеланий, выраженных, так сказать, в его яркой, талантливой, поэтической форме. Ну, это что-то необыкновенное. Допустим, когда он знал, узнавал, что у Грушинского фестиваля не такая простая судьба, что... Ну, то его уже закрывали лет на шесть, насколько я помню. Его то закрывали, то поливали грязью, то чего там только не было. Но он сказал так, идея фестиваля Грушина не будет никогда разрушена. Поэтов русских искрометный пласт его вовеки задушить не даст. Однако... И от этих слов нам как-то легче жилось. Кстати, вот это действительно так, что каждый год вот в ночь последнего фестиваля идет дождь. Да, обязательно. Это не каждый год, это вообще начинается с первого. Это вот так всегда. Да. Слушайте, ну это ведь чудо, это какая-то мистика. Это чудо. Это вот мы... Начиная с первого фестиваля, когда на каменной чашу мы собрались, пошел дождь. А я стал расстраиваться, а ко мне подошла одна очень умная девочка из команды Валера Грушина и сказала, Боря, ты не расстраивайся. И когда идет дождь, вернее, дождь идет, когда вспоминают хорошего человека. И вот с тех пор мы 50 раз вспоминаем хорошего человека, Валера Грушина. И обязательно идет дождь. А однажды вообще произошел невероятный случай. Ну, его уж все знают, но все-таки я его напомню. Расскажите, знают-то ваши товарищи, а далеко не все сейчас знают. пошел дождь. А как всегда, когда начался грушник, когда начался концерт на горе. И вот под дождем каким-то нудным, бесконечным мокла гигантская толпа людей в десятки тысяч человек. И вот ко мне подошла Галя Хомчик, закутанная в плащ такой, и говорит, Боря, да что это такое? Ну, как это так? Все, дождь идет, он все портит. Чтобы ее успокоить, я сказал, Галя, ты не расстраивайся. Я запросил гидрометслужбу, через 22 минуты дождь кончится. Галя успокоенно ушла, гора зааплодировала, и все посмотрели на часы. И я подумал, ну, мне осталось жить 22 минуты. И вы представляете, ровно через 22 минуты дождь кончился. Гора закричала ура, зааплодировала, и дальше концерт блестящий пошел. А когда концерт на горе кончился, вот мы уходили с горы, рядом со мной шла толпа москвичей, и я услышал такие слова. Они говорят, ведь надо же, как в Самаре прекрасно работают метеорологи. Не то, что наши бездари, которые в Москве ничего никогда не узнают, а здесь до минуты. А здесь вот так, до минуты, но это же фантазия. Борис Рафаэлович, я хочу сказать, но вот после этого и не верь в Бога, не верь в высшие силы. Ну, ведь это, как бы, это чудо. Это чудо. вы знаете, конечно. Вот, не забыл такую историю. Значит, я говорил уже вам, что у Грушинского трудная судьба. Значит, приехала комиссия из Тольяттинского МЧС проверить там нашу пожарную безопасность. Ну, они поехали, чтобы взять с организаторов в Севале огромный штраф. Я это прекрасно понимаю. И вот, значит, я вижу, среди сияющей толпы идёт военный отряд такой. Ко мне подходит его руководитель, такой полный полковник, и говорит, ну, что вы тут устраиваете? Сейчас всё сгорит, чёрт твоей матери. Ты же сядешь, вы будете отвечать. Вот так он только начал это. И вдруг с неба, а небо было голубое, день был чудесный. Просто рухнул ливень. Вот такой вот ответ на все вопросы. Просто стеной. Борис Рафаэлович, вот время программы как бы быстро заканчивается, а ещё хотелось бы два момента уточнить. Вот прям крайне... Опять же чудо, да. Вот в этом году, если говорить об организационных моментах, парковка будет? Конечно. Для всех желающих парковка будет? В том году на фестиваль стоило 5000 машин. Отлично. Второй вопрос. Насколько я помню, Грушинский фестиваль это всегда место, где алкоголь не продаётся. В этом году та же самая принципа? Конечно. Ну, Грушинский далёк от этого. Это только его недоброжелательные, говорят, это всероссийская пьянка. Ничего подобного. Ясно. Но ярмарка работать будет? Конечно, обязательно. Кстати, на фестиваль совершенно не обязательно везти продукты. Там всё можно купить. И тебя накормят безо всех разговоров. Борис Тарфаилович, к сожалению, время, программа пролетело незаметно. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. Увидимся на Грушинском. И надеюсь, что мы отметим ещё и 60-е, и 70-е, и следующий фестиваль. Потому что Грушинский... Хочу прощаться к вам легендарной общепринятой фразы Грушинского. До будущей горы. До будущей горы. Посидим на горе своей. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Борис Кельман, президент фестиваля имени Валерия Грушина. Увидимся на Груши. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok